Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях две очаровательные дамы, которые расскажут нам о том, как они активно участвуют в программе губернатора Московской области, которые так и называются «Активное долголетие», это члены ансамбля «Дети войны», люди, которые занимаются еще и вышиванием, люди, которые прошли большой путь. Но обо всем этом поговорим. Я представляю для вас Надежду Ивану Григорьеву, которая называет себя активным пенсионером, которая работала ткачихой, машинисткой, экономисткой, краном даже руководила, верно? И еще и за вхозом успела поработать. И до сих пор человек активно живет и участвует в жизни городского округа «Любится», потому что участие в этом проекте тоже участие в жизни округа. Тамара Федосина-Семенцова, которая была ткачихой фабрики «Октябрьская революция» и сейчас работает в поликлинике. Сейчас работает, да. То есть не может человек работать. Вот все-таки поколение людей, которые не могут просто так сидеть дома, обязательно надо заниматься делом. Ну и начнем с того, что вы в шикарных фантастических костюмах. Это вот в этих костюмах вы участвуете в ансамбле детей. Да, это наши концертные костюмы. Расскажите, как вы пришли в ансамбль? Когда создали, этот начинался только, мы были первыми из них участницами, пришли и начали заниматься. То есть вам предложили вместе спеть, да? Нет, нам просто Оксана Подгузова еще тогда начала набирать этот коллектив, и мы пришли петь. Там у нас еще наши женщины. Все мы вместе живем, вместе работали на фабрике, и поэтому знаем друг друга, и поэтому пошли. То есть мысль-косарафанная радио? Да, нет, сарафаны были потом. Сначала мы просто выступали белой. Нет, нет, я имею в виду, сарафанная радио сообщила о том, что вот есть хор такой, приходите. Конечно, конечно, не хор, есть ансамбль собирается. Вот, и мы пришли, и очень даже неплохо. А сейчас вообще счастливы, что мы можем и выехать, и попеть, и где-то выступить, и вообще. Ну, я сразу... Занимаемся поселком, конечно. Заранее скажу, что в финале нашей программы будет небольшой такой сюрприз для вас, музыкальный. Да. А, Надежда Ивановна, а вот вы как пришли в коллектив? Я тоже так же сидела дома, ничего не делала, кроме как летом на огороде. И меня пригласили. Говорит, хочешь поучаствовать? Ради бога, я всю жизнь люблю петь, плясать, танцевать. И это правильно. И вы нашли друг друга, скажем так. И мы нашли друг друга, да. Вот, и сейчас вы активно в этом принимаете участие, и вот эти вот костюмы я всё-таки хочу, не могу мимо пройти. Кто же пошил, кто занимался разработкой этого костюма? Светлана Викторовна. Да, руководитель. Конечно, да, Светлана Викторовна. Всё вот это украшение, это мы делаем сами своими руками. Нам только дают сарафанчик. То есть всё своими руками? Всё своими руками. Все украшения на платьях, на костюмах, на военной форме. У нас же не только эти сарафаны. То есть у нас разные варианты. У нас четыре вида костюмов. Прямо как? Два посвящённые военному тематике. Один летний платье цветочками. И вот основной наш наряд – это вот эти сарафаны. Ну, я должен сказать, что сарафаны сумасшедшие. Мы ещё чуть позже поговорим вообще о вышивании, о том, вот вы видите, как украшена наша студия сегодня, так ярко, как никогда. Тамара Викторовна, скажите, пожалуйста, ну, а как проходят занятия в ансамбле? Вы встречаетесь сколько раз в неделю? Два раза в неделю встречаемся, у нас репетиции, когда час, когда больше, когда два часа мы можем попеть, когда есть возможность у нашего руководителя, она очень много ведёт делов. Поэтому очень приходим, распеваемся, садимся, повторяем, становимся с микрофонами, повторяем все свои песни. То есть такая нормальная работа по программе? Да, сначала распеем, распоёмся с Светланой Викторовной, потом становимся, все встаём. И поём все свои песни. У нас очень много песен. У нас в репертуаре 40 песен. 40 песен. Ну, давайте вот, коль вы об альбоме упомянули, я его покажу. Альбом называется «Дети войны», да, чтобы помнили альбом, который, насколько мне известно, даже уже... Это только первый. Это первый, да, просит у вас, чтобы вот эти песни можно было слушать во время мероприятий. Вот в этом альбоме здесь и ваши фотографии, и даже ваши обращения с великой благодарностью нашим вдохновителям и руководителям Светлане А.Викторовне Смирновой и Дмитрию Васильевичу Филину. Именно вот ваши руководители, которые решили выпустить такой альбом. Да, это их заслуга. И как у вас ощущение, что вы теперь в записи существует? Гордимся. Мы этим гордимся, это точно. Мы этим гордимся. Долго шла работа над альбомом? Да, наверное, года два мы собирались. Собирались года два. То есть понимали, что надо спеть так, как никогда? Да, это да. Идеально? Да, это да. А вот что вам... Чтобы было записаться. Чтобы записано было идеально, это да. Пришлось трудиться. А что вам даёт пение, Надежда Ивановна? Какое вот ощущение? Вот такое ощущение, будто бы я, когда прихожу, энергией наполняюсь. Меня это вдохновляет. Я дома как завидающий цветочек. А тут как-то падички полили. А здесь, да, вот такая энергетика положительная. И меня всё время жду, когда у нас будут эти репетиции. Светлана Викторовна молодец. А она нас поддерживает и морально. Хорошо. Танна Федоровна, а вы что ощущаете, когда поёте? Я и пою. Я в перерывах, если там где-то, я читаю стихи обязательно. Но мы в финале первой части предоставим такую возможность. На каждом концерте, да. Поэтому, конечно, вдохновение, конечно, какая-то радость, бытие. Я и вообще хочется творить. Хочется ехать на какую-нибудь выставку. Хочется даже... Мы же ещё члены нашей организации «Дети войны» в посёлке Октябрьском. Мы с Надеждой Алексеевной Лымарь очень большую работу проводим в посёлке. Мы стараемся и то обновить, и то защитить. И кому-то отнести подарки, кого-то навестить. Кому-то сделать даже добрые слова сказать. Прийти, поздравить на день рождения кого-то. Сейчас люди, которые остались взрослые, больные, есть такие. Конечно, они очень ждут и хотят. То есть вы ещё практически как волонтёры работаете, да? Ну, конечно, мы ещё посещаем и навещаем этих людей. Ну, а вот скажите, пандемия, она же внесла коррективы. Не разрушила ваш коллектив? Не разрушила, но мешает. Ну, можно же петь по видеоконференциям? Научились, нет? Вы понимаете, мы раньше ходили в детский сад. Ну, как бы преподносили им уроки мужества в военной форме. Там и песни военные им исполняли. И стихи она читала в военной тематике. Дети с удовольствием слушали. Мы посещаем школы, у нас две школы, 53-й и 54-й. Надежда Алексеевна Лымарь, она организатор всех этих мероприятий. Она молодец, согласовывает всё, чтобы нам выступить на этих. Мы перед школьниками выступаем. И даже ездим на конкурсы на разные. А где были на последнем конкурсе? Или какой больше всего запомнился вам? Это фестиваль? Нет, ну как же, приди и пой. ДК Люберцы, последний конкурс, второе место взяли. Да вы что? Да. У нас очень много похвальных грамот, почётных, благодарных писем всяких. И на каждого индивидуально есть благодарственное письмо. И на коллектив. И на коллектив. Но я так понимаю, что это тот самый момент, когда вы, вроде бы, как вы говорите, активная пенсионерка, вот конкретно вы, да, на самом деле вы занимаетесь очень важной работой. Вот то, что называется патриотизмом. Когда передаёте... Одно дело просто рассказывать, а другое дело показывать, рассказывать то, что вы прочувствовали на себе, все эти песни, все эти материалы, которые, ну, как бы мы ни хотели, молодое поколение всё-таки воспринимает их с трудом. А когда вот с душой, с каким-то подходом, это по-иному, что называется, откладывается у них в память. Поэтому вам за это огромное спасибо. Тамара Федоровна, я знаю, что вы, помимо того, что вы участвуете в ансамбле «Дети войны», и помимо того, что вот у нас ещё вы как всё-таки человек... Вы обе, кстати, были ткачихами, правильно я так понимаю, да? То есть для вас вот то, что лежит у нас здесь, в студии, это бы не просто эксклюзив, это бесценная работа, мне кажется. Это надо куда-нибудь в Европу отправлять за большие деньги. Я знаю, что вы ещё и занимаетесь, так скажем, литературной деятельностью. Вы когда начали писать стихи? Почему вдруг это произошло? Нет, я не пишу стихи, я читаю. Читаете? Я просто сотрудничаю с авторами стихов. Вот Тамара Варварина, она живёт в Люберцах, Люберчанка, она подарила мне свой стих. Хорошо, сейчас мы услышим его, но вы просто берёте авторов, которые живут в городском Люберцах? Да, конечно. Которые живут, да, и эти беру, и те, которые, и Есенина, и Осадова. А как вы их выбираете, по какому принципу? Ну, это я не знаю, это, наверное... От сердца? Да. Если я читаю Есенина, значит, да. Если я читаю Осадова, я люблю Осадова, обожаю за его отношение к женщине, отношение к любви. Ну, а что вы нам сегодня прочтете? Небольшое какое-нибудь стихотворение. Хотите, я прочту вам Тамару Варварину? Давайте. Давайте. Победа начиналась под Москвой. Собрав все силы, мы врага встречали. Здесь закипел жестокий жаркий бой, А танки от мороза замирали. И близ Москвы погиб геройский полк. Впервые полчаща врагов погнали, Победы луч повел полки вперед, Но годы нам лихие предстояли. Победа вдохновила наш народ, И фронт, и тыл связала в узел крепко. Войскам дан был приказ идти вперед, Шли на Берлин, работала разведка. Разрушены деревни, города, Война всем горя принесла немало, Земля пропахла порохом тогда, От слез горючих море глубже стало. Нам Бог и Вера помогли в борьбе, Коричневой чуме не покорились, Без мужества не выжить бы стране, И флаги наши над Рейстагом взвились. Прекрасное стихотворение, Хороший такой эпиграф для диска мог бы быть. Спасибо вам большое за то, Что продвигаете и местных авторов, Что очень важно, Потому что не каждый поэт, Не каждая поэтесса Могут о себе заявить громко и так далее. Ну и перед тем, Как нам уйти на перерыв, Вопрос к Надежде Ивановне. Надежда Ивановна, скажите, Вот вы работали машинисткой, Но у вас еще такая интересная была профессия, С краном вы работали. Вот как эта женщина, кран, Вот такая жестокая работа, И после этого очаровательный наряд, Значит, вот такие замечательные скатерти, Которые собственноручно сделаны, И еще пение в ансамбле. Как это все в одном человеке сочетается? Ну, когда я стала работать в крановщице, Просто перед этим попала в череду лихих лет. 90-е, когда шли сплошные сокращения Со всех предприятий. Устроишься на одно, уволят сокращение. На другом сокращение. Куда было идти? Пошла на завод Туполева. Там работал мой муж. Так как нашу семью знали, Меня взяли на обучение крановщицей. И вы научились? В 48 лет я выучилась на крановщицу. Молодец. Но не пришлось долго работать, Так как предприятие тоже... Но в любом случае, обратите внимание, Ваше и ваше стремление, Желание пробовать себя в разных ипостасях, Иногда это вынужденная, А иногда это приятная обстановка. И мы сейчас сделаем небольшую паузу, После чего поговорим об этих очаровательных... Вышивках. Вышивках. Я бы даже не знал, как сказать, Произведениях искусства, Которые сегодня находятся у нас в студии. Напомним, что эта программа «Открытый диалог» У нас сегодня в гостях члены ансамбля «Дети войны» Культурно-досугового центра «Октябрьский». Это Надежда Ивановна Григорьева, Активный пенсионер, как она себя называет, Сама сказала, я поэтому так и называю. Работала и ткачихой, и машинисткой, и экономисткой, Краном заведовала, руководила, можно так сказать. Кранима, пятью кранами. Пятью кранами? Вот это да. То есть человек, который с пятью кранами смогла договориться. И Тамара Федосовна Семенцова, Ткачиха фабрики «Октябрьская революция», Которая работает до сих пор, Но сейчас уже работает в поликлинике, Вот в это сложное время помогает всем нам. Кстати, Тамара Федосовна, А как вы успеваете совмещать работу и вышивание? Я люблю вышивать, поэтому у меня очень много работ. И я этим давно. А кто вас научил? Сначала мама. Сначала мама. А теперь я уже сама подбираю. Мамы уже давно нет, Поэтому я сама подбираю, И хочу научить других, Хочу пойти в школу, Показать свои работы деткам, И поучить девочек. Может, кто-нибудь из них и заинтересуется. То есть можно сказать, Что это такие народные истоки, да? Некое народное творчество, То, что передается из поколения в поколение. Нет, нет, это вот из поколения в поколение, конечно. Это я вот сама теперь уже. И, конечно... Ну, вы же еще поработали и тхачихой, Массовое производство. Тхачихой непросто. Не награды. Я была лидер производства. Вот прям как в фильме, Где Любовь Орлова ходит. Только так. От одной к другому станку. Вот молодец. Да, Кавалер Орден. Хорошо. Трудовая слава. Так, а что вот конкретно из вышивания Вам принадлежит, Вашей руке? Все мое. Все ваше. Посмотрите, какая красота. Но тут хочется поставить пирогов много, Всяких бубликов, Поставить какой-то большой самовар, Выключить передачу и сидеть чаевле. Спасибо, да. Спасибо. Слушать стихи и песни. Ну и Надежда Ивановна тоже, да, Занимается какими-то, как это, Прикладными способами. Ну да, я не совсем, конечно, классно, Но вяжу там что-то, какие-то поделки. Вот, допустим, украшения на все вот эти вот. Это моих рук. Ваш копирайт, как сейчас говорят. Ваше авторство, да. Ну нам хочется выглядеть очень красиво. Я смотрю, у вас, я вот не помню, Как это правильно называется. Кокошник. Вот это тоже кокошник. Потому что кокошник же у нас воспринимается Как такой большой-то маленький кокошник, да? И у вас два таких шикарных. На каждом кокошнике свой. Вот у вас какой-то там паук. Это моя придумка, вот эти брошки повесить. То есть у каждого своя брошка, да? Да. Со смыслом. Конечно. Хорошо. Тамара Федоровна, скажите, Я хочу вернуться все-таки к вот этой вышивке. А ведь это можно действительно превратить В целый мастер-класс. То есть приглашать на детишек, Которые, кстати, для моторики. Это тоже хорошая история. Потому что здесь каждый цветок, Вот такое ощущение, что он дышит, да? То есть вы сначала делаете рисунок. Рисунок, потом вышиваем. То есть вы еще и рисуете. Обязательно. Неплохо, как минимум. Ну, стараюсь, да. Вот. Поэтому надо предложить вашим активным, Замечательным руководителям, Чтобы они открыли еще и вот такой вот Мастер-класс прикладного искусства. Ну, вот Светлана Викторовна Иногда меня вывозит на всякие выставки. И вот в Одинцово мы были, Там из 140 было людей, Которые привезли свои работы. И одна я привезла вышивку-лагодью. То есть это уже эксклюзив. Понимаете, это уже все исчезает. Никого не было, да. Мы же все, вся наша сегодняшняя, Вот утварь, да, такая домашняя? Как вот раньше? Конечно, просто вот сегодня я не могла Сюда все собрать. У меня очень много картин. У меня очень много. Картин. Я вышла очень много картин крестом и гладью. Я очень много вышла бисером. Я очень много вышла рушников. Очень много рушников вышла, да. Вот эта рушник, это тоже же такая Славянская история. Потому что на Украине свои рушники, А я родилась и выросла Брянской области. Брянская область. У меня бабушка из Брянской области. Так что, видите, мы с вами породились. Был недавно в Брянске, очень там красиво. Ну, вернемся еще к вашему центру. Я хочу, чтобы вы сейчас обратились к тем женщинам, которые тоже любят петь, но что-то их останавливает. Вот им кажется, что от чего я пойду, а что я там буду делать. Ну, стесняемся. Скажите, есть такие. Как вы обратитесь к ним? Позовите их к себе. Ну, у нас ансамбль уже полностью сформирован. Но в нашем досугом центре занимается еще один хор родной напевы. Вот там можно найти себе место. Если у кого-то есть голос или тяга к пению, ну, пожалуйста, придите в этот хор, заполните свое свободное время, отдайте душу, чтобы люди могли наслаждаться нашим творчеством. Ну, еще говорят, что когда человек поет, это же и физиологически правильно, это такое, как физкультура, как упражнение, наверное. Да, да. Вы же там распеваетесь по специальной системе. Да, да, да. Мы же сами чувствуем, что мы стали намного лучше петь. У нас как бы голос стал вырабатываться певческий. Ну, то есть профессиональный уже подход. Не просто так вот... Мы же распеваемся сначала, а потом только начинаем песни петь. Понятно. Ну, и что у вас готовится? Какая новая программа сейчас? Мы же, надеюсь, потихонечку будем уже выходить из этой пандемийной ситуации. Конечно. К масленице готовимся. К масленице. То есть, ну, во-первых, блины. Вы учили новую песню. Ну, ярмарка. О, значит, она пойдёт в новую уже... Будем исполнять. Понятно. Ну, там наверняка, надеюсь, уже, это у нас в марте же, да, масленице происходит, будем думать, что там, даже если, ну, ещё совсем из пандемии не выйдем, то это же уличные уже такие мероприятия. На улице. И будет очень хорошо. А ведь блины, да под хорошую песню, в прошлом году... В прошлом году-то мы проводили на улице детский сад. Нас приветил светофорик наш, вот, Ковальм. На территории детского сада. Марина, директор этого сада, она нас приглашает на утренники, на праздники, чтобы дети могли нами, как бы, насладиться. Там она нам организовывает и чаепитие, и булочки, и бараночки. Дети вместе с нами хороводы водят, потом чучело это поджигается. То есть всё как положено. Всё как положено. Понятно. Ну, то есть получается, что вы мало того, что сами участвуете в этом во всём, да, но вы ещё и... Привлекаем жителей. Да, 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 внимание. Потому что некоторые, ну, масленица и масленица стал с утра блинов себе сделать, поел, и вся масленица закончилась. Нет, нет, нет. А когда вот... Да, выйдем и попоём, это да. Светлана Викторовна молодец. Она организовывает всё очень чётко и всегда слаженно. Масленица не только была у нас в детском саду, мы ещё и на площадке, в посёлке организовывали. Тоже так же. Было много, очень много народу. Ну, вот это очень здорово, потому что для вас же очень важно. Одно дело, когда поёшь дома, когда вышиваешь что-нибудь, да, другое дело, когда поёшь в коллективе, что называется, на людях, да. И вот такой вопрос, а как ваши родные, близкие к этому относятся? Что вот бабушка поёт, ходит куда-то, занимается? Радуется она. Мои, например, радуются. У меня две дочери. Внучата, зятья, они радуются. Бабушка-звезда. А, то есть бабушка-звезда. Звезда. Вот, ходит на концерты. Ходит, поддерживает. Ходит, поддерживает и любит. Так, а ваше? У меня, к сожалению, нет своих детей, но у меня дети, сестры, внуки, правнуки. Ну, тоже знаю, что звезда есть в семье. Да, маленькая правнучка, она вот так полюбила вот эту вот, мы записывали, «Метелица в лесу». Очень хороший клип. Ей так понравился, она его по несколько раз листает и прослушивает. Вот видите. Ей четыре года. А она с удовольствием слушает наши песни. Ну, как вы понимаете, Тамара Федоровна, Надежда Ивановна, что нам наши зрители не простят, если мы хотя бы маленький фрагмент вашего пения не послушаем сегодня. «Живьём», что называется. Пожалуйста, что мы, что это записано было? Ну, отравы. Ну, давай. Давайте. Давайте. Зачинай, Надежда. Три, четыре. Отравы туман, отравы дурман, Снова до рассвета заливается баян, Пусть веселье час не покинет нас, Ведь на белом свете мы живём лишь только раз. Ой, Гарри, да-да, годы не беда, Пусть о днях прошедших плачет поле лебеда. Ой, Гарри, да-да, годы не беда, Мы грустить не будем, нет, не будем никогда. Ну, браво, браво, браво. Аплодисменты от всех наших телезрителей. Ну, и после Масленицы, конечно же, будет ещё и День Победы, как-то особое, наверное, время. К нему, у нас особый подход к этому дню, потому что мы... У нас очень много песен военных. ...и песен много готовим, и у нас в обязательную программу входит посещение школ, уроки мужества, как мы их называем, школа 53, школа 54. Ну, и там вы будете вот этот репертуар специально исполнять, рассказывать, что... И у памятника. И у памятника нашим. Нашему воину, победителю, мы обязательно и стихи читаем, и поём песни. Обязательно митинг, для нас это всё. А вот вы как-то... Как идёт подготовка за месяц, за два, вот к какому-то, скажем, большому концерту? Да, за месяц это точно. Мы начинаем готовиться к 9 мая обязательно. Все песни пропоём, обязательно подготовимся, стараемся все присутствовать. Потому что все этот праздник обожают. А вот ещё творческий такой вопрос, да? Ну, всё-таки это не хор, как мы выяснили, это ансамбль. Потому что хор с 12 человек начинается. Но всё-таки это большой коллектив людей. Вот как вы там друг с другом находите... Вдруг кто-то там, извините, соловья дал? Да нет, у нас коллектив дружный. Мы находим друг с другом общий язык как-то. То есть как одна семья такая? Как одна семья. Просто мы уже давно вместе все. Мы же друг друга знаем с детских лет. Мы все выросли вместе. Да. А мы приехали, но мы всё равно, я всю свою сознательную жизнь на фабрике потом вот... А на фабрике пели-то? Там же были всякие кружки. Читала, в основном читала. Читали стихи. Да, читала стихи. Читала Садова очень много. Ну вот, а в то время было такое, когда, да, стихи... Ну, кстати, стихи сейчас тоже потихонечку возвращаются. Возвращаются. Они разные, так что у вас ещё будет возможность... Конечно, конечно. Я не пела, я танцевала. Вы танцевали? Танцевальный ходил кружок. То есть вы начинали заниматься ещё, как это, в свободное время практически, да. И в школе. И молодцы, что и сейчас. Вот просто на вашем примере мы видим ярких женщин, которые живут полной жизнью, которые поют, которые знают уже все благодаря, вот, ну, видимо, подготовке к тому или иному празднику все основные даже обряды, скажем так, которые сами придумали себе под руководством своих... Ну, не хочется говорить, чтобы тавтологии не было. Людьми, которые тоже вкладывают и в вас своё сердце, душу, и в весь процесс, а которые такие замечательные костюмы создают, сами создают, что-то вкладывают в это. Вот, кстати, обратите внимание, что иногда надо тоже за костюмом внимательно следить, потому что там есть какие-то свои, да. И, конечно же, вот эти шикарные просто вот... Я даже не знаю, как сказать. Скатерть – какое-то не то слово, чтобы оно могло выразить всю глубину восхищения. Телевидение не сможет это передать при всём уважении ко всем нашим самым современным камерам, потому что это вот надо ощутить. А выставка может быть таких работ? Может. А мы уже делали выставку здесь, в Люберцах, перед... В Есенинской библиотеке. Чтобы люди пришли, посмотрели... Да, и смотрели. Вот, на то, что называется реальным, ручным трудом, сделанным с душой. Ну, давайте пожелаем всем нашим телезрителям всего хорошего. Что вы им скажете на прощание сегодня? Всем здоровья, всем удачи, всем долгих лет жизни, потому что сейчас очень тяжело стало с нашими этими пандемиями. Ну-ка, всё равно берегите себя, любите себя, уважайте друг друга. А вы что скажете? Ну, я подтвержу то же самое, что она сказала. Здоровье, чтобы был лад в семье, чтобы у всех всё было радостно и весело на душе. И чтобы хотелось всем вместе петь и вышивать. И вышивать обязательно. Спасибо вам большое. У нас в гостях Тамара Федосовна Семенцова и Надежда Ивановна Григорьева, активные участницы ансамбля. «Дети войны». Ещё раз мы выразим благодарность вашим руководителям, которые создали и принимают активное участие в создании новых программ. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова